На этой неделе состоялось внеочередное заседание Думы Некрасовского района. Что заставило депутатов собраться вне графика, узнала наша съемочная группа. В зале заседания администрации района идет ремонт, потому Дума проходила в одном из рабочих кабинетов. Основным вопросом повестки дня, по которому и требовалось оперативное принятие решения, стало повышение с 1 июля оплаты труда муниципальных служащих. Основанием к росту денежного содержания сотрудников органов местного самоуправления стало принятое накануне по инициативе губернатора постановление правительства Росславской области. Увеличение произойдет в основном за счет стимулирующих выплат, имеется в виду премиальное поощрение. Муниципальным служащим изменено ежемесячное денежное поощрение. Для высшей группы оно не может превышать 1,5 должностного оклада, для главной 1,55 должностного оклада, для ведущей 1,6, для старшей 1,8 и для младшей 1,9 должностного оклада. Депутаты с достаточным пристрастием обсуждали данную тему. К примеру, возник вопрос, откуда возьмутся деньги на рост денежного содержания управленцев. Финансисты заверили, районный бюджет ущемлен не будет. В Ярославской области были запланированы на решение вопроса по реализации указов президента деньги в районе 2,8 млрд рублей, на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, на питание детских общеобразовательных учреждений. В настоящее время в район предусматриваются 2,5 млн рублей, в сельские поселения, это, соответственно, Бурмакина и Красный профитер по 433 тысячи рублей, и на Некраска, поскольку она побольше, в районе 650 тысяч рублей. В конечном итоге решение было единогласно принято. Сегодня в районном звене управления и в администрациях сельских поселений работает порядка 200 муниципальных служащих. Как прозвучало на Думе, в ближайшее время по каждому из них будет проведен мониторинг рабочего времени с целью повышения эффективности деятельности местной власти. Зарплаты средние по муниципальной службе у нас на сегодня составляют гораздо ниже, чем средние даже по экономике по району. Поэтому это повышение было необходимо. Денежное содержание муниципальных служащих увеличивается по главным должностям, не более чем на 10% по должностям самым низшим, по низшим специалистам, которые наименее были обеспечены финансово, до 30% рост заработной платы за счет того, что увеличивается денежное поощрение, то есть премиальные оклады при этом не изменяются. Данный вопрос рассмотрен был достаточно подробно на заседании Думы. Депутаты задавали финансистам вопросы по поводу обеспеченности средствами. Как ответили финансисты, средства гарантировало правительство области выделить из регионального бюджета.